Дорогие друзья, мы приветствуем всех в этот прекрасный июньский день на заключительном заседании нашего традиционного семинара. В этом году с учетом подключения по интернету более 6 тысяч уникальных пользователей, посетителей участвовали в работе нашего семинара, но мы особенно приветствуем тех, кто ходит сюда физически и участвует в дискуссиях и так далее. По традиции мы сегодня этот семинар посвящаем памяти одного из его основателей, нашего друга, которому бы через несколько дней, у которого был бы день рождения, Анатолия Аркадьевича Пинского. Но мы, к сожалению, должны сегодня семинар, прежде чем я перейду, собственно, к ходу самого семинара, мы должны поделиться с вами и огорчительной новостью. Пожалуйста, Ирина Силовна. Да, для нас это очень скорбное известие о том, что вчера скончался Сергей Анатольевич Беляков, доктор экономических наук, наш замечательный коллега, очень высокий профессионал, который очень преданно посвятил, я бы сказала, четверть века работе в сфере образования, в экономике образования. И убедительность его работ способствовала принять очень многих ключевых решений, сопровождающая его ирония всегда давала возможность выстроить, я бы сказала, не только позицию аргументов за, но и против, и понять, как можно здесь действовать. Мы все помним статьи Ярослава Ивановича, совместной с Татьяной Львовной Кличко и Сергея Анатольевича, которые еще в 1996-1997 годах задавали эти векторы развития системы образования, новых финансово-экономических механизмов. И, конечно, для нас это очень серьезная потеря, скорбь, и хотелось бы, чтобы действительно в памяти сохранился и сам Сережа, и его книжки замечательные, и то, какой он вклад внес в модернизацию системы образования. Я думаю, что РАНХИКС на своем сайте обязательно все разместит, но действительно это утрата для нас всех. Коллеги, прошу почтить память Сергея Белякова. Спасибо. Дорогие коллеги, теперь мы переходим к тому, что запланировали, но у нас, откровенно говоря, в этом году мы впервые за пять лет и даже за шесть нарушили традицию. Традиционно этот семинар посвящался итогам года в образовании. Мы опрашивали экспертов, они рассказывали, что они думают, какие главные события, потом мы комментировали, это было очень интересно. Но этот год, в этом году события не закончились. И сейчас происходит часть этих событий, деление министерства, формирование новой повестки, формирование задач под указ президента. И поэтому мы решили, что мы начнем в следующий год с подведения итогов. А в этом году посвятим семинар более одному конкретному, одной конкретной теме, о которой много писал Анатолий Аркадьевич Пинский. Вот здесь есть его цитата о том, что определяющее значение имеет равенство доступа к образованию. Юль, вот ваше мнение. Но, опять же, прежде чем мы сегодня начнем вот этот содержательный разговор, все-таки одно подведение итогов минимальное мы бы хотели сделать. В этом году завершила свою работу рабочая группа Центра стратегических разработок, которая занималась подготовкой предложений в рамках стратегии развития страны в части образования. И мы очень рады, что многие из присутствующих здесь принимали участие в этой работе. Вы знаете, что из 10 задач указа президента, 9 впрямую перекликаются с теми решениями, которые были предложены этой группой. И поэтому сегодня член правления Центра стратегических разработок, человек, который курировал все направление, связанное не только с образованием, но и целым рядом других аспектов развития чеческого капитала, ректор университета нашего Ярослав Иванович Кузьминов, вручит благодарности, пожалуйста, Ярослав Иванович, от Алексея Леонидовича Кудрина. Татьяна Владимировна, руководитель института детства, и очень многое сделала для линий, связанных с дошкольным образованием. Спасибо большое. Марку Львовичу Аграновичу. Ефиму Лазовичу Рачевскому. Уже некуда вешать Ефиму Лазовича, но ничего. Вешать не буду, поэтому тут ставить буду, на пол там. Александр Алексеевич Клеймов. Юрий Владимирович Нелинский. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, теперь-то уже точно перейдем к делу, уважаемые коллеги. И почему мы выбрали тему сегодня, как образование может решить проблему бедности? Не только потому, что в указе президента от 7 мая 2018 года снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации определено в качестве одной из национальных целей. Причем, пожалуй, одной из наиболее трудных и амбициозных. Сегодня и второе обстоятельство, не буду на нем останавливаться, подробнее скажет Сергей Геннадьевич. К сожалению, если говорить о политической повестке, то одно из решений, предложенных как раз рабочей группой ЦССР, которая так и называлась равенство возможностей в образовании, к сожалению, операционного отражения в части указа президента в области образования не нашло. В то же время мы уверены, и сегодня мы, собственно, это будем обсуждать, что проблемы бедных, не просто проблемы неравенства, но проблемы бедных закладываются в детстве, закладываются в образовании. И сегодня мы должны обсудить, собственно, вопрос, в чем особенности этого явления и каким образом должна трансформироваться система образования, чтобы стать действительно действенным инструментом для решения этой проблемы. Надо сказать, что, если не ошибаюсь, весной как раз 2018 года Ярослав Иванович выступил в газете «Ведомости» с довольно жесткими двумя статьями, посвященными неуспешности, которая, собственно, продуцирует бедность. И поэтому мы договорились, что он сегодня сделает вот это вводное слово. Затем у нас есть ряд коллег, которые расскажут о результатах исследований в этой сфере, о конкретных проблемах. Среди них Андрей Борисович Захаров, Сергей Геннадьевич Косарецкий, Лилия Николаевна Вчарова, Евгений Абрамович Бунимович, Александр Байчмилкус, Петр Григорьевич Положевец и Ефим Лазаревич Рачевский. Но мы будем рады, мы видим здесь выдающихся экспертов, других, если будет время, они тоже смогут высказаться. У нас для первых трех выступающих до 12 минут, а для остальных выступающих, записавшихся до 10, поэтому поехали, Раслав Иванович, пожалуйста, вам слово. Коллеги, ну, то, что образование кое-что может сделать для преодоления бедности, в общем, каждый из нас усвоил давно. Собственно говоря, образование и есть основной девайс для того, чтобы люди переходили от бедного домика к более солидному, от малозарабатывающих родителей к собственному высокому заработку. Потому что альтернативой, ну, есть две альтернативы образования. Первое – это упорный труд, а второе – это случай. И тот, и другой. Первый, в общем, в нынешней экономике, в общем, значит относительно меньше, потому что упорный труд без постоянного изменения себя, без образования, в общем, не приносит успешных результатов. Ну, а что касается случайности, то это ведь вещь непрогнозируема. И, слава богу, что доля этой случайности у нас с 90-х годов в общественном сознании упала. Это оставляет образование на первом месте. Но наряду с проблемой будущего успеха есть другая сторона медали. Есть проблемы неуспешных людей. Это оборотная сторона бедности, потому что, ну, наверное, я потом покажу и в презентации, но, в принципе, наверное, каждый из нас понимает, что шансов попасть в неуспешные больше у тех, у кого плохие условия старта. Что такое неуспешный человек? Миш, наверное, надо. Вот такая не самая драматичная траектория неуспешности. Есть гораздо более драматичные. Этот человек родился в небогатой семье, с родителями с низкими культурными запросами, часто в неполной семье, с низким уровнем образования родителей, не получил поддержки в своём раннем развитии, никто им особо не занимался, и бабушки не было там, никто, не очень много любили его. Он был неуспешен в школе, он не участвовал в каких-то кружках, в дома пионеров не ходил и так далее. Он в итоге поступил в колледж после девятого класса, он такой, который взяли, закончил, не очень хотел он там учиться, но чего-то он там пробыл. И, в общем, вот ему ещё и повезло, он нашёл работу, которую платят его там 30 тысяч в Москве, 15 тысяч в регионе, таких работ у нас много, мало что он может себе позволить, самое главное, он не знает, как перейти в другую ступеньку, он не знает, как выбраться. Подчёркиваю, это совершенно не драматичная траектория. У нас есть большая группа неуспешных, у которых складывается всё ещё хуже. У нас есть 5 миллионов молодых людей до 30 лет, которые не работают. Часть из них не может работать, потому что находятся в местах предварительного заключения или просто в заключении, ну, в заключении формально же там работает. Ну, понятно, коэффициент полезного действия известен, но это очень много. Это очень много. То есть, ещё раз, вот это не самый драматичный выход. Он выход, который мы считаем относительно благополучным и к которому мы миримся. Давайте следующее. Насколько проблема неуспешности специфична для России? Да не очень специфична. Проблема неуспешности есть в любой крупной стране, такой, так называется, переходной экономикой. Условно говоря, это Индия, Бразилия, ЮАР, в общем, да и Китай тоже. Много неуспешных людей. Но, в отличие от этих уважаемых стран, в России есть одна серьёзная особенность. У них много людей. У них экономика трудоизбыточная. И драйв экономики, развитие экономики может обеспечиваться ядром успешных, ну, неуспешные, не оседают в павелах, так сказать. Ну, стараемся мы туда не заходить, как они рассказывают. Но в России 6 или 7 миллионов трудовых мигрантов. Мы страна, трудо-недостаточная. И нас, в общем, волнует, как народ. А почему у нас много мигрантов? Почему они тут везде? Кто-то спокойно относится. Кто-то неспокойно, во всяком случае, это national disturbance такой. И в этих условиях неуспешность части наших граждан есть прямой вызов нормальному развитию экономики. Будем там цинически говорить. Почему-то мы с этим миримся. Измерение неуспешности экономически очень простое. это человек с человеческим капиталом, который, в общем, находится ниже порога окупаемости. Неуспешный экономический человек, это человек, которого общество вкладывает больше в разных формах. от оплаты полиции до пособия по безработице, бесплатной похлёбке, охраны улиц от него и так далее. Вот больше, чем он зарабатывает, чем он общество приносит. И проблема неуспешности, она имеет чисто экономическое значение. Вот мы здесь привели самую консервативную оценку. Есть оценка, что это 1% неуспешности, это минус 1% ВВП. Есть оценка несколько меньшая, 0,6%. Ну вот мы берём её как нижний предел, который уже никто из экономистов не оспаривает особо. И если мы посмотрим на труднедостаточные страны, это Европа. Если мы посмотрим на труднедостаточные страны, это Южная Корея. Это Япония. У всех разные механизмы борьбы. Но очень важно, что эта борьба, она в большинстве стран заходит в сферу образования. Это не борьба постфактум, это не борьба Минтруда. Это борьба, в первую очередь, через систему образования. Если мы посмотрим на вклад образования в неуспешность, то мы увидим достаточно понятные свидетельства ПИЗа, ПИЗа самый близкий к столкновению с реальностью измерения школьного перформанса. И мы можем видеть, что примерно 25% школьников устойчиво не достигают необходимого порога грамотности, который необходим для успешной деятельности в современном мире. Если мы посмотрим на второй уровень грамотности, минимально тройка, если так в кавычках сказать, то его хотя бы в одну область не дошли 37%. Из первого квартира. Да, это вот самые бедные. Из самого богатого квартиры 15%. Понятно, что у всех бывает 9%, но в среднем получается 25-27, 28% даже. В трёх областях сразу, то есть это гарантия неуспешности, в первом квартире, в бедном, почти 15%, и в последнем квартире, в самом доходном, около 4%. Вот вполне понятная связка. Неуспешность, бедность. То, о чём я вам говорю, но настолько тривиально, что, в общем, странно бы об этом говорить, но, с другой стороны, мы почему-то об этом ухитряемся не говорить в политике. И пытаемся об этом не думать в политике. Как в школьной, так и в политике на рынке труда. Если мы посмотрим на вклад в следующий уровень образования, то мы увидим явления, которые часто относятся к тому, что вот мы плохо учим в наших колледжах. Это проблема не того, как мы плохо учим в колледжах. Это проблема траектории людей, тех, кто попадает в колледж. В колледжи должны попадать люди, которые очень ответственны и очень им нравится детальное выполнение разных сложных регламентов. Такие люди есть, кстати, в каждой генерации. Но они у нас-то идут всё равно в ВУЗы, где требуются творческие способности. А в СПО попадают люди, которые отличаются низкой трудовой дисциплиной, отличаются низкой социализацией, которые просто сложно даже продать-то себя на рынке труда, по большому счёту. То есть у них общесоциальные науки страдают. Отсюда вот то, о чём мы тоже много раз говорим. У нас 60% зарплатной премии за высшее уровень, любое в среднем, то есть за хорошее где-то 100, наверное. А средняя зарплатная премия за колледж – это 10%. Такого нет почти ни в одной стране. А программа подготовки рабочих, бывшая ПТУ, это как Чехов писал про скорость московской комки, она нулевая, а под горку и отрицательная. То есть что это значит? Что если человек каким-то чудом вообще никуда не пошёл после 10 класса, он, как правило, зарабатывает больше, чем тот, который окончил программу подготовки рабочих. Если учесть, сколько у нас платят реально квалифицированному работнику, то просто это значит, что эти люди не работают. Давайте там называть вещи своими именами. Что очень большая часть их с отрицательной доходностью человеческого капитала. Есть ещё один уровень, что ли, проблемы неуспешности. Это преодолеваемая неуспешность. Но, тем не менее, она тоже вносит свой вклад. Это кривое профессиональное образование. Мы об этом тоже много-много раз говорили. Вот у нас есть повторяющиеся измерения мониторинга экономики образования, это оценки самих людей, не их работодателей, которые говорят, что нет, народ сейчас не тот пошёл. Это люди, сами выпускники вузов и колледжей говорят. Если быть точно, 42% выпускников вузов и порядка 63% выпускников колледжей говорят, мы вообще ни разу не использовали никаких полученных профессиональных знаний. То есть это просто выброшенное время, выброшенные возможности человека развиваться. Да, он заново потом где-то набирает эти компетенции, но у него старт заведомо ниже. Это и тоже вклад в неуспешность. Ещё раз говорю, это преодолеваемые вузы особенно. У нас просто вуз используется как аналог двухгодичного колледжа, то есть вот из него берут общесоциальные навыки, а остальные там 4-5-2-3 года, но человек делает, ну, занимается чем-то своим. И вот такого рода вклад, отрицательный вклад общего и профессионального образования, он к чему ведёт? Практически у нас система образования работает не как сглаживатель социального неравенства, а в целом ряде секторов как усугубитель социального неравенства, потому что семьи более успешные, более доходные, они инвестируют в своего ребёнка, менее успешные, менее доходные, не инвестируют, и в итоге и школы, и в ещё большей степени система профобразования действует как такой был достаточно вяло усугубляющим, тем не менее усугубляющий ситуацию социальный сегрегатор. Должен сказать, что это, в общем, довольно редкое явление в истории. Всё, о чём я сказал, есть вещи, которые, ну, вот мы их вспоминаем, совсем соглашаемся, да? Проблема, парадокс в том, что мы ничего с этим не делаем, мы почему-то эту проблему в политике не артикулируем, то ли стесняемся, то ли нам кажется, что если об этом не говорить, оно и само как-то рассосётся, то ли внутри себя считаем, будучи крутыми элитистами, что так и должно быть, и не дело. Сейчас в стране не очень богатой, помогать неуспешным, надо помогать успешным, они формируют огромную долю ВВП. Вот я, знаете, был на одном из самых последних выступлений в 2003 году в Санкт-Петербурге Михаил Байчу Кодорковскому. Он меня тогда глубоко поразил, в своём заявлении человек совершенно внятно говорил, что прирост ВВП создаёт 3-4% людей, все остальные ВВП проедают. Я думаю, что Михаил Борисович довольно сильно за это заплатил, за такое убеждение и сопутствующую ему деятельность. Я не говорю о том, кто ещё там виноват, прав. Я просто говорю о том, что я слышал. Вот такого рода установка, установка такого сначала победившего элитизма 90-х, а потом, ну, некого тщательно скрываемого на донышке у каждого остаточного элитизма 21 века в России, мне кажется, она очень дорого может обойтись в нашей стране. Отказ от признания социальных проблем и роли образования в снятии этих социальных проблем может нашу страну в очередной раз, ну, надеюсь, не как в 17-м году поставить на грань очень неприятных реакций социальных катаклизмов. И бороться с этим каждый должен на своём месте помогать. Если ты занимаешься трудом, то, наверное, это какой-то аналог трудовых армий помогать тем, кто не может самостоятельно продать себя на рынке труда. Это тоже реальная помощь. Самый единственный институт, который выводит человек из неуспешности, это армия контрактная, чтобы вы знали. Больше нету ни одного. Знаете, почему? Потому что людей дефицит социальных навыков они в рынке не могут. Им нужно, чтобы за них принимали эти решения. А система только одна, она всех не поглотит. Но здесь собрались люди, занимающиеся образованием. И, конечно, мы должны думать о решениях в рамках системы образования. Мы в докладе нашей рабочей группы, о которой Исаак говорил, несколько инструментов такого рода предложили. Первое – это создание образовательного патроната, психолого-педагогического назовем патроната. Просто помогать молодым родителям правильно себя вести с детьми. Эта система может спасти от четверти до половины по разным оценкам неуспешных в ранней школе детей. Потому что психологические особенности заторможенность, чрезмерная активность, плохая усвояемость, она в какой-то степени генетическую природу имеет. Хотя и с этим пытаются люди оборваться. Но в какой-то степени это просто элементарный дефект раннего воспитания или отсутствие этого воспитания. Второе – это индивидуализация образования. Цифра дает очень большой потенциал относительно дешевого решения. Проблема, которая традиционна для нашей школы. Для нашей школы традиционно классный подход и бедный бюджет на учителей. Один учитель, один класс. Учитель в классе может работать с ядром класса. Словно говоря, нормальный учитель, не гений, нормальный учитель, работает с 60% класса, он туда попадает, 30% отстает, 10% опережает, а не убежать в пед, и мне интересно. Ресурсов у российской школы традиционного типа работать состав 40% их больше, чем неуспешных. просто кто-то что-то теряет, у кого-то не подхватывается его талант. Ресурсы, кроме цифровых модулей, которые имитируют тьютера, которые помогают, что ты не понял, подстраиваются под твой темп изучения предмета. ну, в общем, вот сейчас у нас в общем есть возможность создать цифровые комплексы на месте бумажных учебников, которые вместе с новым поколением учителей смогут решить проблему школьной образовательной неуспешности, отставания, чтобы это отставание не становилось безнадежным, особенно будут решить проблему индивидуализации трека для того, чтобы ребёнок увлекался и работал там, где его интересно, где он может сосредоточиться, может добиться успеха. И третье это восстановление функции воспитания, введение тьютерских позиций, психологическая помощь, ну, не каждому ученику, наверное, это слишком тут резко написано, ну, тем, тем, кто нуждается, вот у финнов больше 30% получает до 14 лет практически индивидуальную поддержку обучения. Наверное, у нас на это денег не хватит, но самые критичные элементы школ надо каким-то образом с ними работать. Обратите внимание, я не говорю о школах в бедных районах, я не говорю там о Некрасовке, не говорю о концентрации образовательной неуспешности. Это организационные меры, и финансовые меры, можно выделять эти школы в особый режим, особо считать особенный контур дополнительного образования для них создавать. Это относительно простые меры, но меры, которых я сказал до этого, это сложные меры, они требуют просто перестройки модели работы школы, перестройки для того, чтобы снизить группу неуспешных хотя бы в два раза. Ну и есть возможности профессионального образования, вот здесь некоторые написаны, которые на мой взгляд ключевой задачей является обеспечение нормального завершения общего образования в колледже вместо имитации, которая есть сейчас, поднятие социального статуса работы руками, подготовка к работе руками, это то, что называется техническим или прикладным бакалавриатом, все страны сделали это, кроме нас, остались реально последними. И восстановление советской системы льготирования, позитивной дискриминации для тех, кто нуждается в нем при поступлении на бюджетные места в воздух. Все это требует ресурсов, но все абсолютно конкретно, и мы можем это сделать в ряде случаев, даже имеем институциональную память некоторую, постсоветскую, как это делалось раньше. Спасибо. Спасибо, Ярослав Иванович. Я единственное, что добавил бы, что, конечно, когда мы говорим о колледжах, например, то мы, мне всегда приводят мои друзья из союза WorldSkills примеры новых хороших колледжей, мы говорим все-таки о статистической картине, наверняка есть хорошие колледжи, как и есть резилиентные школы, о них будут сегодня говорить, но мы говорим об общих закономерностях. Андрей Борисович Захаров, руководитель Международной лаборатории доказательного анализа образовательной политики. Пожалуйста, 10 минут. Да, спасибо, добрый день, коллеги. Мы с моим следующим докладчиком немножко разделили наши части, я расскажу немножко про то, что у нас сейчас происходит в школьном образовании, а мой коллега продолжит и предложит видение некоторых мер в образовательной политике, которыми могли бы ситуацию как-то поправить. Итак, что у нас сейчас происходит? На самом деле мы сейчас здесь будем опираться главным образом на исследование ПИЗа, причем, учитывая, что в последние годы здесь участвуют только школьники, эти данные перерасчитаны именно на школьниках, то мы видим, что если посмотреть по квартилям социально-экономического статуса, то совершенно естественная, понятная, очевидная вещь, дети из семей, где у родителей ниже уровень образования, где меньше ресурсов дома, у них результаты по всем предметам будут ниже, чем у детей из верхнего квартира, более обеспеченных, более образованных родителей. Та же самая на самом деле картина у нас, если мы посмотрим на такую область, измеряемую ПИЗой, как решение проблемы, финансовая грамотность. Единственное, что нужно сказать, что с финансовой грамотностью у нас по сравнению с другими странами чуть получше, но и, собственно, и в ПИЗе там принимало участие что-то порядка восьми стран, то есть здесь как бы сопоставление не такое серьезное. А вот если посмотреть на решение проблем, а это, собственно, то, как дети, как молодые люди понимают текст с проблемой, понимают контекст, могут эту проблему соотнести с теми знаниями, которые они приобретали раньше, могут предложить какое-то на основании этого решение проблемы и, в конце концов, могут проинтерпретировать и проанализировать свой собственный ход мысли, то есть это, собственно, то, что, например, делает детей более успешными людей во взрослой жизни. То есть здесь даже дети из верхнего квартиры у нас на самом деле не достигают среднего по ОСР уровня. Дальше мы также знаем, что в ПИЗе, например, за последние годы у нас наблюдается некоторый рост баллов по математике и по чтению. Если сознание здесь не берем, потому что у нас там стагнация, как бы совсем все печально. Но даже если взять вот эти предметы, то за счет чего происходит рост? Мы здесь, например, видим, что синенькая линия это первый квартиль СЭС, соответственно, дети в менее благоприятной ситуации в верхней квартире это красная линия. И мы видим, например, что рост баллов происходит в ПИЗе за счет того, что уменьшается доля детей, которые как бы не достигают низшего базового уровня. Но при этом доля детей, которые достигают высокого уровня, то есть это дети, которые умеют решать сложные проблемы, выполнять сложные задачи, она не изменяется из года в год. Иными словами, на самом деле происходит следующее. У нас повышается доступ учащихся из семей с низким СЭС к минимальному, но невысокому уровню грамотности. Если дальше посмотреть, как социальное неравенство образовательных результатов накладывается на территориальное, здесь мы видим, что разные линии представляют собой опять-таки квартиль СЭС и по горизонтальной оси мы видим населенные пункты с разным количеством населения, то мы посмотрите, обратите внимание на нижнюю линию, это первый квартиль, как раз дети из наименее обеспеченных семей. Мы видим здесь следующую ситуацию, что во-первых, если рассматривать населенные пункты, где меньше трех тысяч населения, это в основном сельская местность и небольшие города, мы видим, что на самом деле высокий СЭС может каким-то образом компенсировать инфраструктурную нехватку образовательных ресурсов и учащиеся из группы с высоким СЭС и здесь могут в принципе получать высокие результаты, но суть в том, что этих семейных ресурсов нет, если дети находятся в первом квартире, здесь нечем компенсировать. Для этих детей начинается некоторый скачок в результатах, только если они проживают в крупных городах, более 100 тысяч населения, где какие-то есть инфраструктурные возможности для дополнительных занятий, повышения результатов и так далее. Но если мы берем эти крупные города, то мы также видим, что на самом деле увеличивается и разрыв в баллах между детьми с низким СЭС и высоким СЭС, то есть здесь возрастает неравенство. Если дальше продолжить эту тему и то, как развивалась у нас социальная сегрегация школ в динамике, то мы видим, что на самом деле где-то с 2009 года, это все те же самые данные ПИЗа, у нас потихонечку стала увеличиваться социальная сегрегированность школ. То есть стали появляться школы, где более чем у 85% учащихся, например, матери получили высшее образование. И если посмотреть на два графика справа, здесь представлены населенные пункты на 2015 год с населением менее 3000 человек и с населением более миллиона человек. Здесь по оси ОХ доля детей в школе из верхнего квартира СЭС, по оси ОУ средний балл, то здесь очень интересно несколько вещей. Прежде всего бросается в глаза, что действительно в небольших населенных пунктах фактически нет школ, где бы концентрировались дети из семей, у которых у родителей получено высшее образование. Но с другой стороны, есть концентрация детей в школах, где у родителей не окончено высшее образование. Фактически, вот, например, значение ноль, это как раз те школы, где фактически все дети и ни у кого из детей нет, у родителей нет оконченного высшего образования. И ситуация обратная в городах. Там фактически нет школ в миллионниках, где хотя бы меньше 20% уменьшено, менее чем 20% детей родители не получили высшее образование. Происходит некоторая концентрация детей с менее благоприятными в культурном плане ресурсов в школах. Кроме того, здесь нужно обратить внимание еще на один момент. Здесь представлены регрессионные прямые. Если мы посмотрим, то прямая идет вверх. Понятно, что чем выше социально-экономический статус, тем выше результаты, за исключением небольших населенных пунктов, там темная регрессионная прямая идет вниз. Это происходит за счет небольшой группы школ, где фактически нет детей, чьи родители получили высшее образование, но результаты эти школы показывают высокие. Это та группа школ, которую мои коллеги по институту назвали бы резилиентными. Так вот, интересно, что если мы посмотрим на долю резилиентных детей в России по сравнению с другими странами, то она у нас также ниже, чем в среднем, например, по УСР. Она не сильно низкая, но как бы ниже, чем в среднем. И за счет чего может происходить воспроизводство неравных результатов образовательных для детей в разных квартилях СЭС. В школах с наименьшим индексом социального благополучия на самом деле находятся учителя с меньшей квалификацией, хуже охват профильным и дополнительным образованием. Это показывают вот эти два графика. По сути, там, где концентрируются дети из бедных семей, из семей, где у родителей не окончено высшее образование и в школах хуже доступ к образовательным ресурсам в виде учительских кадров, в виде каких-то дополнительных образовательных программ, в виде программ повышенного уровня. Ну и что же происходит просто дальше? Здесь мы переходим к лонгитюду траектории в образовании и профессии, которую ведет высшая школа экономики начиная с 2011 года, и он начинался с международного исследования ТИМС, в 2012 году эти же дети участвовали в исследовании ПИЗа, и до сих пор высшая школа экономики сопровождает этих учащихся. Здесь мы смотрим на детей, которые как раз попали в группу функционально неграмотных по результатам ПИЗа. Мы видим, например, что у этих детей уже в 2012 году уже в 9 классе были ниже образовательные притязания. Меньшие доли в этой группе детей по сравнению с детьми, которые достигли среднего и высокого уровня функциональной грамотности планировало продолжить образование в ВУЗе. Но по факту, если посмотреть на 2016 год, на самом деле еще меньше процент этих учащихся оказался в ВУЗе. То есть, если планировало, например, продолжить получать высшее образование порядка 43% в этой группе детей, то оказалось в ВУЗах в два раза меньше. Остальные либо получили среднее образование, либо вышли на рынок труда, либо что-то еще произошло. И дальше, если мы посмотрим на данные того же самого лонгитюда, то мы видим, что в России на самом деле достаточно высокие то, что называется в социологии вторичные эффекты. Если мы возьмем двух детей с одинаковыми результатами в девятом классе, с одинаковыми образовательными результатами, измеренными ПИЗа, то ребенок, у которого родители получили высшее образование, с намного большей вероятностью продолжить свое образование в десятом-одиннадцатом классе, чем ребенок, у которого хотя бы у одного из родителей нет высшего образования. Выбор траектории на этом этапе на 30-40% объясняется образовательными достижениями детей, в данном случае объективно измеренными, и на 60-70% объясняется социальными характеристиками семьи. И последний слайд. Эта же картина на самом деле, даже с учетом того, что порядка 40% после девятого класса уходит в учреждение СПО, но эта же картина сохраняется и после 11-го класса, когда речь идет о выборе не просто вуза, а выборе селективного или неселективного вуза. В данном случае подселективным имеется в виду вузы, где проходной балл, где, точнее, средний балл при поступлении выше 70. по сути, если все это обобщить, мы имеем очень такую простую картину на самом деле. Социальное неравенство воспроизводится и ситуация бедности, она как бы закрепляется, во-первых, через образовательные результаты детей. Дети оказываются сгруппированы в определенных образовательных условиях, имеют хуже доступ к образовательным ресурсам, они получают ниже образовательные результаты. Но даже поверх образовательных результатов вот этот социальный контекст все равно имеет свое давлеющее значение. Даже если у этих детей хорошие результаты, так и получается, они все равно выбирают для себя по нисходящей дальнейшую образовательную траекторию. А сейчас Сергей Геннадьевич продолжит и расскажет про некоторые меры политики. Добрый день, коллеги. Так, как он откроется? Сейчас, одну секунду, как я развернусь. Ваши коллеги, я не столько остановился на мерах политики, сколько на том вопросе, который уже прозвучал у Ярослава Ивановича. Когда мы на разнообразных данных, на многолетных исследованиях видим, и более свежие данные вы слышали в докладе, Александр Борисович, вот эту тесную связь между благополучием семьи, образовательными результатами и затем, опять-таки, благополучием конкретного ребенка, семьи и общества в целом, почему это не становится фокусом внимания нашей политики? Если мы посмотрим, а мы, безусловно, регулярно бросаем взгляд на то, как эта проблема рассматривается в мире, мы увидим, что там вопрос о снижении доли неуспешных детей, о поддержке уязвимых групп находится в топе, на первом, втором, редко на третьем месте в повестке образовательной политики. Можем посмотреть на цели, которые утверждают международные организации, цели, которым подписывается в том числе и наша страна, цель устойчивого развития ООН. Цель четвертая и цель десятая прямо касается вопросов, связанных со справедливостью. Это и обеспечение справедливо-качественного образования и возможности обучения на протяжении всей жизни, это и сокращение неравенства, внутри которого понимается в том числе неравенство в сфере образования. Доклад Всемирного банка, который был опубликован в конце прошлого года, прямо фокусируется на проблеме вот той самой группы детей, не достигающих базовой функциональной грамотности. Конечно, для Всемирного банка всегда важно посмотреть на развивающиеся страны, и он в основном характеризует неблагополучие в этом секторе, говорит о кризисе образования. Но обратим внимание, что уже сегодня в повестке образовательной политики акцент делается не только на участии в образовании, не только о вовлечении детей в школьное образование, в дошкольное образование, фиксируется разрыв между группами семей с разным уровнем экономического благополучия в возрасте трех-пяти лет. И, соответственно, дальше в условиях, когда мы не принимаем каких-то решений, о чем говорит нам доклад, этот разрыв будет наращиваться, этот разрыв будет увеличиваться. И, как мы видим, я привел эту цитату, такие уже системы образования будут увеличивать социальные разрывы, а не сужать их. Организации, которые в последнее время выстраивают эти четкие мостки между образованием, навыками для работы на изменяющемся рынке труда и от организации экономического сотрудничества и развития. И здесь мы видим прекрасную работу, дискуссионную, но вместе с тем очень внятную, аргументированную, показывающую работу Ханнушка 2015 года на данных ПИЗы, которая показывает, что если государство обеспечит не только полное участие детей в школьном образовании, но сократят долю тех детей, которые не достигают базово-функциональной грамотности, они обеспечат к концу этого века, да, он такими категориями мыслит, существенный прирост измеряемых в конкретных процентах вал национального продукта. В разных странах этот процент будет разным, исходя из разной стартовой ситуации, но везде решение этой проблемы будет прямо связано с благополучием не только отдельных индивидов, но с благополучием страны в целом. Вот те самые 25%, о которых сегодня говорилось, в фокусе внимания сегодня мирового экспертного сообщества, которое связывает с этим развитие каждой конкретной страны и благополучие, экономическое благополучие фактически мира в целом. Если мы посмотрим на то, что происходит на уровне конкретных стран, то мы увидим, я здесь привел, привел только Великобритании, что эта позиция является просто аксиоматичной для большинства стран и закреплена в большинстве документов. Тезис, который сегодня у нас звучал как тезис, побуждающий вообще к обсуждению этой темы, тезис о передаче бедности из поколения в поколение в связи с проблемами в образовании, зафиксирован в конкретном, довольно рутинном регламенте Департамента образования Великобритании. Низкое качество образования детей прямо связано с более низкой заработной платой и безработицей, таким образом разрыв в этих достижениях является ключевым механизмом передачи бедности от одного поколения в другую. Это просто отправная точка для принятия конкретных решений. И мы видим, что эти решения начинаются с довольно простой вещи, которая, как ни странно, в нашей стране тоже не сделана. С фиксации самого статуса или детей, или семей, или школ, или территорий, который позволяет сделать их адресной группой поддержки. Вот два примера, опять-таки, из Британии и из другой страны, из Словакии, где зафиксированы разные поопленинку. В первом случае это неволополученные учащицы, в другом это среда. В целом в ряде стран мы используем индексы, которые характеризуют депривированные территории. Это очень четкие обоснованные инструменты выделения тех групп, которые находятся в уязвимом положении, которые доказанным образом это их положение связано с низким качеством образования и это является отправной точкой для решения проблем, о которых мы говорим. Первым из этих решений являются, безусловно, финансовые интервенции. Они могут осуществляться на нормативной основе. Мы опять-таки видим пример очень четкого механизма формульного финансирования, когда дополнительное финансирование в школы выделяется в четкой пропорции с количеством детей и деньгополученных семей. В большинстве стран это дети, получающие бесплатные завтраки, в ряде стран используются более развернутые характеристики, но это сразу же определяет целевую группу для адресной поддержки, причем, как вы видите, за школами остается автономия в расходовании этих средств при использовании разнообразных механизмов подотчетности. Такого рода меры используются в значительном количестве стран Европы, в значительном количестве стран Азии, но кроме этого, помимо текущей поддержки, мы видим в ряде стран, которые осознали величину этого разрыва, масштаб этой проблемы, специальные адресные программы, мы обнаруживаем их в Великобритании, мы обнаруживаем их в Соединенных Штатах Америки, мы обнаруживаем их в Чили, мы обнаруживаем их в Китае, в странах, отличающих по своему положению, по проблемности ситуации. Это является одним из ведущих инструментов для решения проблемы. Адресатами этих программ могут выступать учащиеся из благополучных семей, это могут быть депривированные территории, которым выделяются трансферты, связанные с их проблемами, используемые для решения проблем, связанных с образованием, это могут быть школы, находящиеся в этих территориях, или те школы, о которых, как раз говорит Александр Борисович, в которых концентрируются дети, находящиеся в социальной обладательной ситуации. Если мы посмотрим на российскую образовательную политику, то здесь действительно мы обнаруживаем парадокс, что мы не находим практически ни в одном этапе концентрированного представления об этой проблеме и четких подходов к их решению. Эти решения могут быть разнообразны, но самой дискуссией о разнообразии подходов, дискуссии сравнительной об эффективности никогда не разворачивалась, потому что сама проблема не подводилась в ее постановке к тому порогу, за которым начинается дискуссия об инструментах и его решения. Ситуация конца 80-х, 90-х годов характеризует тем, что в большинстве документов мы находим эти приоритеты равнодоступность, обеспечение всеобщего равенства, выполнение государственных гарантий, но за исключением наверное доклада государственного совета, где прозвучала необходимость меры выделения малообеспеченным детям из малообеспеченных семей специальных адресных выплат на получение дополнительных образовательных услуг, нигде конкретных инструментов или тем более планов или отдельных мер мы не обнаруживаем и сегодня прозвучала возможная причина тому действительно страна находилась в не очень благоприятной экономической ситуации, где средств на поддержание целых школам на зарплату не хватало, но мы входим в более благоприятную ситуацию, это первое десятилетие 21 века, у нас появляется национальный проект образования, комплексный проект модернизации образования, и мы видим, что единственным адресатом вот этих новых ресурсов с точки зрения уязвимых групп становятся сельские школы, школы в труднодоступной местности, это замечательная программа поддержки мобильности, школьного автобуса, но сами группами, сами дети, они не входят в поле зрения, адресные выплаты направляются талантом, и это очень важно, но тема поддержки тех, кто не имеет доступа к профильному образованию, к дополнительному образованию в необходимой степени, сами данные о том, которые характеризуют низкое качество образовательных результатов, а тогда были и ТИМС, и ПИРС, и ПИЗа, они не становятся предметом публичной дискуссии. В 2012 году на этапе предшествующего выбора президента Владимир Владимирович публикует свою статью о заглавленном «Стоятельство справедливой социальной политики для России». Мы впервые фактически в новейшей истории России видим артикуляцию этой темы на самом высоком уровне, что не только дети из благополучных семей, но и дети из неблагополучных семей должны стать адресатами поддержки, и школы, которые обращают этих детей, они не должны быть заложниками социального и культурного статуса своих семей. Эта публикация открывает достаточно серьезное пространство для оптимистического взгляда на будущее этого направления политики. И действительно, в указе президента, майском указе, мы находим меру, которая как-то потерялась за мерами по повышению заработной платы, за мерами по обеспечению доступности дошкольного образования, но она там была. Это мера по поддержке педагогических работников, работающих с детьми социально непополучных семей. Но то ли за такими масштабными мерами она действительно потерялась, то ли сами формулировки обеспечивающей реализации мероприятий были расплывчатые, то ли эта категория, что это за деятельность социально непополучных семей осталась неясным, а мы видели документы, в которых каждый регион говорил, что у нас это так определяется, у нас их столько-то, а у нас это так определяется, у нас их столько-то, и кто-то считал педагогическими работниками только психологов, кто-то считал мерами поддержки это отправить в санаторий или пройти очередные курсы повышения квалификации, но фактически рискну заметить, может быть, вызвав здесь критику, что это была одна из тех мер, которые были реализованы наиболее формально имитационно, из тех мер, которые были зафиксированы в указе. Но на государственном уровне в двух масштабных документах, которые во многом определили развитие образования на этот период, государственные программы и так называемые дорожные карты, появляются конкретные указания на мероприятия, региональные программы поддержки школ, работающих с этими детьми, работающих в тех самых депривированных контекстах. Но если мы опять-таки посмотрим на то, что происходило, мы увидим, что, как ни странно, эффективный контракт, который был главным в дорожной карте, реализовывался, целый ряд мер в дошкольном образовании реализовывался, комплекс мер по талантам в этот период был разработан и реализовывался, а программ региональных, за исключением, наверное, трех-четырех известных нам практически не возникло. И, наконец, мы же посмотрим на законодательство, на наш передовой во многих отношениях закон, федеральный закон номер 273 в 12-м году, который был вышел в этот же период, мы также фактически не обнаружим там никаких заходов на поддержку уязвимых групп. Я сначала посмотрел на статью касается финансирования, поскольку мы часто ее обсуждали, почему там среди оснований для увеличения норматива нет интересующей нас категории. Но потом мы провели сегодня Семен Васильевич Макеневич такой экспресс-анализ закона в целом и обнаружили, что в целом там ни терминов малообеспечены, ни малоимущие, ни всеми находящихся в странной ситуации их нет. Ни в каких отношениях уязвимые группы не входят в закон об образовании. Конечно, у нас есть социальное законодательство, у нас есть социальный контракт, у нас есть целый ряд инструментов социальной адресной поддержки семей. Но я абсолютно соглашусь с Ярославовичем, если мы не заходим в решение этой проблемы в закон об образовании и не рассматриваем механизмы, которые могут действовать с образованием, нам сложно рассчитывать здесь на результат. И единственное, что в последние годы в рамках федеральной целевой программы у нас появились мероприятия, появились субсидии регионам на поддержку, их получили 51 субъект Российской Федерации, вот тех самых программ. Это стимулировало процесс, количество регионов увеличилось, которые стали реализовывать эту программу. Но посмотрим на масштаб поддержки. 51 субъект, за два года 179 миллионов рублей. Чуть больше 3 миллионов на регион, если говорить средний. Мы сам по-соотнесем это с масштабами поддержки нескольких программ, которые вот здесь я привел для примера. Конечно, эти средства не могут оказать серьезного влияния не только на решение проблемы самих школ, но на мотивацию саму, опять-таки на внимание, на осознание серьезности этой проблемы. В докладе 12 решений для нового образования. Среди тех мер, которые были предложены, была мера равная образовательные возможности успех каждого. Эта тема сегодня обсуждалась, я не буду останавливаться на этом подробности, и действительно с этого начинал Исаак Давидович. В указе президента, при том, что очень многое из предложенного туда вошло, эта мера, обращу ваше внимание, что, если вы помните, на обсуждение доклада в этой аудитории, она вошла в число тех приоритетного, того сокращенного списка, который рабочей группой при администрации президента Российской Федерации летом был согласован, но, как ни странно, среди тех приоритетов, которые вошли в указ, ее вновь не обнаружилось. Общество ли наше экспертное или в широком смысле по-прежнему не фокусируется на этом по причине, которая для нас остается по-прежнему открытым, раз мы этот сеанс, эту встречу сегодня во многом, как повод для обсуждения того, почему это происходит и должно ли это происходить, что с этим можно сделать. Спасибо. Я позволю себе сделать одно дополнение к докладу Сергея. Вот в свое время я смотрел на то, что собирают наши школы. Знаете, у нас нет ни одного региона, где школа собирала бы данные, касающиеся доходов семей, социального положения родителей. И обычно ответ такой, но это же, это собирать нельзя. Это вторжение в частную жизнь. Это вторжение в приватную информацию. То есть в нашей образовательной системе состояние человека, то есть бэкграунд его, его семейное положение, условия его жизни и воспитания является закрытой системой, является частной информацией. как будто но мы не просто стесняемся, мы заявляем, что система образования не имеет права этим интересоваться. Знаете, это имеет очень серьезные последствия. Да, вот мы утвердили формальное равенство и не желаем выйти в социальной политике или в образовательной политике, в медицинской политике, за пределы зафиксированного формального равенства. Мы страна с очень молодым капитализмом. Нашему капитализму чуть больше 25 лет. И мы никак не выходим из норматив, из такого романтически буржуазного я бы так сказал, представления о равенстве. Не может быть социальной политики, если ты активно не вмешиваешься на стороне незачищенных. И не может быть социальной политики в современном обществе без образования. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы очень вы видите такой спектр и завершающий вот в первой серии сообщений доклад с данными. Мы рады, что здесь наша коллега, директор Института социальной политики Высшей школы экономики, руководитель блока человеческий капитал Центра стратегических разработок Лилия Николаевна Овчарова. Пожалуйста. Спасибо, Исаак Давидович. Но я, к сожалению, на семинар то, что называется «С балла на корабль» сразу из отпуска в семинар. Нет, «С балла на корабль». Поэтому моя презентация не такая, наверное, красивая, как у моих коллег. Но я хочу сказать, что сегодня у нас три семинара в Высшей школе экономики проходят по проблемам бедности. Кроме того, на котором мы все присутствуем, сейчас еще идет семинар в моем институте, где приехали специально представители Всемирного банка, которые обучают наших сотрудников тому, как мерить результаты социальной политики государственной, направленной на снижение бедности, а у Володи Гемпельсона идет обсуждение работающих бедных. Поэтому тема бедности то ли в связи с указом, то ли в связи с другими сюжетами, она все больше овладевает экспертным сообществом. И я бы хотела привязаться еще к предыдущему докладу некоторым комментариям относительно новых целей, глобальных целей развития. Потому что, смотрите, мы осуществили переход от целей развития тысячелетия к целям устойчивого развития. И вообще в этом кроется достаточно глубокий смысл. Потому что, если цели тысячелетия были направлены на то, чтобы помочь бедным странам, и богатые страны помогали бедным, то цели устойчивого развития, они говорят всему миру о том, что нет, богатые страны больше этого делать не будут, они будут разбираться с проблемами, которые есть внутри этих стран. Это как бы развернуло интеллектуальные и финансовые ресурсы многих стран к тому, чтобы бороться с неуспешностью в своих странах. Почему я на это обращаю внимание? Потому что это дает нам шанс, что мы займемся нашей неуспешностью, а не неуспешностью в других странах. Вот я хотела бы начать свою сегодняшнюю презентацию с того слайда, который мы обсуждали сегодня на нашем семинаре, понимая о том, что бедность, и начать я хотела не столько с образования, сколько с бедности, и попытаюсь дать некоторые гипотезы и, может быть, даже ответы, почему мы все, будучи рациональными, умными и образованными людьми, не принимаем тех решений, о которых говорил Ярослав Иванович, о которых говорил Сергей Косарецкий, почему мы не стартуем эти программы, которые направлены на снижение неуспешности через образовательные какие-то программы. Я должна сказать, что мы такие не единственные, и мир связал образование, и если у домашнего хозяйства мало ресурсов, то в первую очередь оно его, как правило, направляет на витальные потребности, и образование не входит в число этих витальных потребностей. Особенно оно отступает в той ситуации, когда государство имеет какие-то гарантированные бесплатные образовательные программы. И чем больше этих гарантированных бесплатных образовательных программ, тем меньше система разворачивается к тому, чтобы как-то начать работать с неуспешностью, пытаясь улучшить вот эти сами программы. Поэтому мы здесь находимся в некоторой ловушке, потому что, как сказали мне сегодня наши коллеги, которые приехали из Всемирного банка, наша система образования по-прежнему считается одной из лучших с точки зрения доступности, и вот здесь есть определенная ловушка. Но вернусь к связи между бедностью и образованием. Вот сегодня мы разбили все страны по критериям бедности по черте бедности на четыре группы. Первая группа, где средний уровень бедности это около двух долларов в день, вот она самая синенькая, это самые бедные страны. Вторая группа стран, где медианная черта бедности 5,2 доллара, это протобедные страны. Мы попадаем вот в эту группу, зеленую, где средняя или медианная черта бедности Но на самом деле мы находимся вот здесь вот на грани между высокой группой и между средней. То есть наша сегодня по паритету покупательной способности черта бедности это порядка 13 долларов в день. К чему я вам рассказываю эту историю, которая вам кажется, наверное, мало связанной с вами? К тому, что бедность определяется по-разному, но относительно во времени и в пространстве. И в последнем тысячелетии, в последнем предыдущем столетии и в 20 годах этого века образование стало проникать в определение бедности. Ограничение доступа к образованию или неграмотность, или низкий уровень образования стали определяться как критерии бедности. Но вся эта история, вернусь к предыдущему слайду, возникает только тогда, когда страна попадает вот в эту вот зеленую группу. Поэтому пока ты не окажешься и всегда есть, когда ты находишься вот в этой желтой группе. Поэтому пока по уровню национальной линии бедности, которая мерит витальные потребности, мы не переместимся точно в желтую группу, а будем находиться в зеленой группе, мы всегда будем сталкиваться с тем, о чем вы сегодня вот и Сергей, и Ярослав Иванович говорили. О том, что общество будет как-то игнорировать программы, которые направлены на преодоление неуспешности. Вот в этом, в общем-то, дальше есть еще один сюжет, на который я хотела бы обратить ваше внимание. Это то, что конкурируя за ресурсы бедных домашних хозяйств, конкурируя за ресурсы бедных бюджетов, образование всегда соревнуется с жильем, с расходами на лечение и расходами на досуг. Особенно жилье, в принципе, это витальная потребность, но речь в данном случае идет о том, что у людей есть какое-то жилье. И вот если это жилье даже есть, это показывают исследования, которые были сделаны моими аспирантами в свое время, которые следовали потребление многодетных семей. И мы увидели четкую связь, что если многодетная семья, получая ресурсы, имеет какое-то жилье, в котором она проживает, то получая эти ресурсы, она их тратит на улучшение жилищных условий. И только потом она их тратит на образование. Особенно, когда мы, собственно, вот той же историей материнского капитала, дав всем семьям ресурсы, преимущественно, которые все пошли на улучшение жилищных условий, мы, собственно, домашние хозяйства туда и направили. Что сейчас правильно ходить, это за улучшением жилищных условий. Поэтому, если мы по-прежнему не будем решать проблему жилищной обеспеченности какими-то другими инструментами, а мы сейчас пошли по такому тренду, что все должны взять ипотечный кредит и купить себе жилье. Других программ у нас практически не существует в настоящее время. Потому что программы социального жилья, они в нашей стране заявлены, но с ними еще гораздо хуже, чем с программами по образованию. Поэтому вот здесь мы, безусловно, имеем серьезных конкурентов, которые все время будут отодвигать наши попытки попытаться пойти по инвестированию государственных ресурсов и семейных ресурсов в программы образования. Не решив проблемы, еще раз скажу, жилья, не решив проблемы расходов на лечение, мы здесь не сдвинемся. Но это не единственный барьер, который в данном случае существует. В значительной степени и домашние хозяйства не хотят, здесь я уже пропущу, разворачиваться к расходам на образование. С этим столкнулись все страны, которые осознали вот тот анализ, который сегодня был представлен. Поэтому домашние хозяйства нужно тоже каким-то образом подталкивать к тому, чтобы они инвестировали в образование. Сегодня вот на нашем семинаре мы тоже обсуждали связь бедности и образования. Мы там вывели три как бы вот таких результата, которые я в том числе и вам хотела бы сегодня показать. Они вообще считаются общеизвестными. Два из них – это то, что чем выше образовательный потенциал, тем ниже риски бедности. И то, что ограничение доступа к образованию – это механизм передачи бедности от поколения к поколению. Они общеизвестны, я даже не хочу их комментировать, хотя мы сегодня потратили определенное время у себя на семинаре на то, чтобы их доказать. На третьем сюжете я хотела бы остановиться. Что нужно сделать, чтобы снизить эффект влияния дефицита образования на бедность? Что делают другие страны? Немножечко Сергей на эту тему говорил, но я хочу к ней вернуться повторно, назвав, что, собственно, страны делают. Первое – это социальный контракт с домашним хозяйством на социальную помощь, который, как правило, обусловлен определенной активностью домашнего хозяйства по инвестициям в образование. Примером этого являются, можно привести, две страны. Это Бразилия, где программа «Боль со фамилией» заключалась в том, что тем семьям, которые живут в фавелах, им предоставлялась достаточно большая сумма денег, измеримая с минимальной заработной платой в расчете на душу, если семьи обеспечивают то, что дети ходят в школу. Мы, конечно, не Бразилия, но с Францией, в общем, себя сравнивать приятно. Во Франции программа социального контракта предполагает, что все родители занимаются образованием детей дошкольного возраста и школьного возраста, если они являются… ну, все, особенно те, кто получают вот такое пособие «Арми», это то пособие, которое называется пособие по социальной интеграции или пособие по бедности. Поэтому мягкими такими формами, но государство подталкивает бедные семьи участвовать в этих процессах. Дальше, как уже сегодня говорил Сергей, это программы поддержки образовательных учреждений в бедных муниципалитетах. Типичным примером является Депрайт-индекс, который существует в Великобритании, который ранжировал все, даже не муниципалитеты, а почтовые отделения по уровню благосостояния, и те, кто муниципалитеты, которые попадают в 10% самых беднейших, они получают специальные ресурсы для того, чтобы создавать институты, институциональные структуры, образовательные, медицинские, другие, которые бы развивали эти муниципалитеты. И третье направление, которое это новые компетенции педагогов по сопровождению неуспешных. Это технология из успешных стран, все успешные страны в составе преподавательского состава в школах и в профессиональном образовании имеют тех, которые занимаются именно работой с неуспешными. И если вот эти инструменты мы не задействуем, я еще раз хочу сказать, это общеизвестные результаты, которые показали свою эффективность. Значит, это говорит, и если учесть то, что есть цели устойчивого развития, на которые мы будем ориентироваться, если учесть, что мы находимся вот в этой группе, то у нас, у людей, которые занимаются экспертно-аналитическими работами, интеллектуальной деятельностью, миссия сейчас продвинуть эту историю. Потому что сейчас очень благоприятные условия для того, чтобы эту историю продвинуть. На что еще я хотела бы обратить внимание в своем выступлении? Я хотела бы обратить внимание на то, что чаще всего соглашаются домашние хозяйства на те, скажем так, лишения, которые возникают там, где нет бесплатных программ. Еще раз на это обращу внимание. Вот список деприваций, в бедности есть такой способ измерения бедности не через доходы, а через лишения. Вот это список, который мы тестировали в прошлом году на предмет включения их в список определения бедности через механизм relative deprivation. Здесь вот эти 16, 17, 18, 19 лишения, это как раз то, что связано так или иначе с образованием. Я хочу сказать, что история, не хватает средств оплачивать пребывание детей в детских садах и яслях, как лишения, которые признаются и людьми, и политиками, присутствуют у нас, начиная с 96-го года. Вот эти лишения никогда раньше не попадали в список того, что люди действительно видят как проявление бедности. Вот это тянется на протяжении последних 20 лет, и в основном, вот у нас есть некоторые расчеты, заканчивая уже ИСАК, которые говорят о том, что это связано с тем, что здесь есть платные услуги, они всегда были платными. Вот там, где всегда была бесплатность, вот, скажем так, некое признание того, что нужно туда инвестировать ресурсы, происходит очень тяжело. И как это распространяется сейчас на население в целом, это не домашние хозяйства с детьми, это все домашние хозяйства. Мы видим, что домашние хозяйства прежде всего отмечают то, что им не хватает денег на культурно-развлекательные мероприятия. И только во вторую очередь они говорят о том, что им не хватает денег для того, чтобы оплачивать дополнительные занятия детей. Но, в принципе, то, что они, ну, то, что вот эти вот все решения, которые здесь перечислены... Поэтому это не значит, что они платят за эти занятия. Нет, это не значит, да. Они говорят о том, что им не хватает денег для того, чтобы это оплачивать. Но вот эти все решения, которые здесь перечислены, это не хватает средств оплачивать пребывание детей в детских садах, не хватает средств обеспечить школьников учебниками, школьными принадлежностями, Нет средств на посещение культурных мероприятий и не хватает средств оплачивать хотя бы один вид дополнительных занятий. Они все прошли все мыслимые и немыслимые тесты на понимание этих лишений, этих ограничений как признаков бедности. Поэтому, подводя итог свой, я хотела бы сказать о том, что для того, чтобы эти программы распространялись, бедность общепринятая проблема, с которой нужно бороться, мир придумал так, что он внедрил эти конструкции в определение бедности и мир придумал программы, как с этим бороться. Поэтому нам нужно это внедрить в определение бедности. Это значит, нужно переходить, использовать не только показатель доходной бедности, но и показатель депривационной бедности и дальше разрабатывать программы, которые бы эти лишения снимали. Что касается вопросов, которые очень часто задают относительно того, что должно быть единое определение бедности, я хочу сказать о том, что наиболее продвинутая здесь Европа, она в настоящее время, которая сформулировала к 2020 году стратегию устойчивого инклюзивного развития, она использует три определения бедности. Это относительная монетарная бедность, это индекс материальных деприваций, о котором я пыталась вам говорить, и это исключенность из рынка труда. Вот это третье определение, которое исключенность из рынка труда, оно заменило ранее используемое определение по ограничению доступа к образованию. То есть они считают, что проблему ограничения к доступу к образованию они уже преодолели, и у них это, вот собственно те программы, о которых мы рассказывали, они это сделали. И сейчас у них это вылилось в то, что люди, получившие образование, не могут найти работы на рынке труда. Но это уже история для другого семинара. Спасибо. Спасибо большое, Илья Николаевна. Теперь мы переходим к дискуссии. Сегодня действительно нетрадиционный семинар. Четыре очень самостоятельных, интересных сообщения, густых таких. Пожалуйста, Евгений Абрамович, и потом Алексей Львович просил две минуты. Пожалуйста, Евгений Абрамович. Спасибо. Ну, во-первых, как у полномочного права ребенка, я не могу не приветствовать саму тему, которая сегодня поставлена, потому что это... Ну, я даже не буду комментировать. Потому что. И обращу внимание на то, как сменилась модальность. Если в самом начале стоял вопрос, как образование может решать проблему бедности, то у Лилии Николаевны уже вопрос стоял, как образование может решить проблему бедности. Все-таки я не уверен, что оно может решить, но абсолютно необходимым, конечно, сама тема стоит. Потому что, как мы знаем, основной контингент бедных семей, это и есть семьи с детьми, больше двух третей, это именно семьи с детьми, это непосредственно связано с образованием и со всем остальным. Как справедливо было сказано в предыдущем докладе, такого рода семьи бедные действительно далеко не всегда заинтересованы в решении именно образовательных проблем, хотя есть и другие типы семей. И тогда возникает вопрос, а почему и кто должен быть в этом заинтересован? Мы, так сказать, на аппарату полномочного заказали исследование с другого плана о жестокости насилия среди подростков и предполагали изначально, ну вот особенно тогда было много конфликтов межнациональных и так далее, в этот момент, когда мы заказывали, мы все-таки думали о том, что будут межнациональные какие-то еще проблемы, но резко вперед вышли именно социальные неравенства. И вот эти ножницы социальные, ножницы в доходах семей, они очень остро воспринимаются подростками и, собственно говоря, и в межнациональных и других проблемах, даже в гендерных, если покопаться, тоже лежит очень часто социальная. Именно база и финансовая, поскольку в тех случаях, когда семьям удавалось улучшить свои, так сказать, показатели социальные, то и проблемы в этом смысле сглаживались, и это в том числе, например, было видно и у семей мигрантов, которые решали свои проблемы, оказывались в более благополучных условиях, и, в общем-то, те проблемы, которые были, они становились для подростков менее острыми. Вопрос тогда, а заинтересованы ли школы сегодня в решении вот всех тех проблем, о которых мы вот уже полтора часа говорим? Честно говоря, по-моему, нет, потому что вот если вы посмотрите на главные критерии и московских школ, и сегодня уже всех, так сказать, школ России, я имею в виду рейтинг, он по отношению к тем детям неуспешным, о которых мы говорим, он построен, ну, осторожно говоря, индифферентно, потому что вначале он был построен просто-таки опасно, потому что основные критерии – это победа на Олимпиадах, ЕГЭ, ГИА, результаты хорошие на этих, и, соответственно, считалось в процентах к общему количеству детей, и тогда это получалось совершенно очевидным, что дети неуспешные, просто должны были просто по автоматам выдавливаться из школ, потому что они нарушали, так сказать, эти хорошие показатели. Сейчас ситуация более осторожная, то есть считается абсолютное количество, то есть по отношению к этим детям, ну, можно сказать так, осторожно, индифферентно, они, так сказать, слава богу, есть какие-то, которые получают в школе результаты Олимпиад, слава богу, есть те, кто получает хорошие результаты ЕГЭ, а эти все дети, все дети, которые, соответственно, из неплакополучных семей, в трудной жизненной ситуации, с оставанием в развитии, с ОВЗ и с девиантным поведением, дети, мигранты, они как бы вообще, ну, хочешь школой им заниматься, занимаются, нет, если нет прямых скандалов с милицией, то это вопрос, так сказать, совести школы, и я думаю, что это связано и не более чего, никак это в формальных критериях не отражается. Ну, правда, мы, так сказать, делали в течение последних пяти лет усилия, поэтому некоторое количество критериев появилось, но они абсолютно такие, знаете, по отношению к основным критериям, они абсолютно факультативные и дают мало результата. И, кстати, тоже, например, дети, так сказать, с ОВЗ, те, которые победили на Олимпиадах и так далее, а те, которые, которые, да, они просто никак не учитываются, если все-таки удалось их чему-то научить, да, что тоже не так просто. Я думаю, что Сергей Геннадьевич показал достаточно ясно, почему это происходит, ну, потому что, если нет никаких базовых, в этом смысле, заложенных идей, моделей в законе образования, в других, то не очень понятно, если они никак не выделяются с точки зрения, так сказать, всех формальных критериев у нас, то, в общем, они таким же образом не входят в рейтинг, за который, естественно, и престиж, и дополнительные финансы, кстати говоря, таким образом, финансовые дополнительные гранты получают именно успешные школы, именно те, где больше таких вот, так сказать, ребят, и это неравенство еще больше, естественно, таким образом расширяется. Я, не дай бог, не против того, чтобы эти прекрасные наши школы, так сказать, получали гранты и были еще лучше, ну, хотя бы потому, что сейчас первое место в Москве получила, получила лицей вторая школа, в которую я поступил 50 лет назад, и я рад, что он до сих пор, так сказать, находится на такой прекрасной позиции, но это означает, что просто должны быть другие рейтинги, что рейтинг должен быть просто не один, потому что воткнуть в один рейтинг вот все то, о чем мы сегодня говорим, просто невозможно. Значит, есть другие школы, есть другие задачи, есть другие типы детей, да, которые, и поэтому нужно абсолютно по-другому к ним подходить, думать формально, инструментально, каким образом поощрять школы, так сказать, которые умеют с этим работать. Сегодня этого просто нету. Я, у нас, соответственно, Ярослав Иванович сейчас вернется, но тогда я на него нападу чуть позже, тогда, хорошо. Ладно, или не получится, а? У тебя будет возможность напасть, хорошо. Ну, я сделаю так, нет, я сделаю так, вот, я и скажу сейчас, а потом я ему скажу уже в личной беседе. Дело в том, что в упомянутой статье «В ведомостях» он написал о том, что мигранты, с учетом качества миграционного потока, не хотелось бы ими замещать, так сказать, всех остальных. Вообще, такое было несколько небрежное отношение к мигрантам. Ну, я хочу сказать, что и как уполномоченный по праву ребенка, и как человек, который недавно заказал как раз исследование в области именно миграционных ситуаций, могу сказать, что это ошибочное мнение. Дело вот в чем. Дело в том, что вот мы попросили исследовать центр миграционных исследований, там, и понимаете, что здесь происходит? У нас около 60% наших мигрантов, имеющих детей, планируют здесь остаться на постоянное место жительства, так? Основным местом, где вообще эти дети находятся, потому что детские сады там вообще не о чем разговаривать, их просто туда не берут, а в школах все-таки 83% ходят, так? И школа является тем самым местом, где может быть каким-то образом их, так сказать, реализованы, их социальные какие-то потребности, и они это прекрасно понимают и очень серьезно к этому относятся. И в то же время, одной из больших трудностей, это, конечно, русский язык, и всего лишь 15% в школе бесплатно изучают русский язык. Все остальные это делают, я не буду причать какими способами, но не такими. При этом, что очень важно, эти дети, многие из них работают, я не говорю, что с точки зрения нашего законодательства, это вообще, я не комментирую, но из тех, кто работает, все время работают около 40% детей. Кем они работают, те, кто работают? Уборка, раздает листовки с рекламой, продавцы, грузчики и так далее. Так я в процентах не даю, просто экономлю время. И обращаю ваше внимание на то, что примерно 70% из этих семей рассчитывают, что их дети получат российское гражданство, и, наверное, многие из них получат, и это будут те дети, которыми уже будут по-другому, мы их будем считать, если уж мы считаем. И, соответственно, из обучения после школы около 40% хотят пойти учиться не в ВУЗ, там тоже 40%, а в колледже. И это тоже, между прочим, для них это тоже будет критерием успешности. То есть то, что мы считаем в другом случае, так сказать, неуспешностью, здесь может быть стимулом. И это очень серьезный момент, и вместо того, чтобы раздавать листовки, надо заниматься этими детьми с тем, чтобы они, так сказать, вписывались в наше социальное пространство и работали. Тем более, что у нас гораздо лучшая ситуация по мигрантам, чем в европейских странах, потому что, да, у нас там есть и Африка, и все остальные, но, тем не менее, вот у меня на приеме только что была, например, на прошлой неделе семья беженцев из Донецкой области, где бабушка замначальника шахты была, мама с двумя высшими образованиями, но в тот регион, куда их отправили, там не было просто никакой работы. Это тоже к вопросу нашего, так сказать, как мы работаем с такими, при том, что это понятно, что это тот же язык, тот же, так сказать, образовательные потребности и так далее. Они приехали в Москву на птичьих правах ради того, чтобы дети учили в школе. И мама с двумя высшими образованиями работает в продавцовом магазине. Но вот для них успешностью, так сказать, да, будущей будет вот это самые дети, которые смогут себя реализовать. И хочу сказать еще об одном, так сказать, несколько таких вот позиций. Сегодня как-то мы отмахнулись от одаренных детей, сказав, что другая категория. Я бы так не сказал. Если по тем же исследованиям ПИЗы мы говорим, что у нас одна из семь десятых, но, так сказать, по одаренности по ПИЗе, по трем этим критериям высоким, да, а, так сказать, в продвинутых странах шесть с половиной процентов, то я не думаю, что это означает, что наши дети менее одаренные. Это означает, что мы продолжаем брать тех, кто уже и так одаренные, так сказать, и не выявляем, и не вычленяем, а наоборот даже, так сказать, не работаем с ними по тем линиям одаренности, которые не входят в школьные предметы. И еще более серьезная проблема, которую я вряд ли решит образование, заключается в том, что они прекрасно видят, что одаренными у нас являются дети одаренных родителей в том смысле классического анекдота, который я бы после последнего правительства назвал бы уже не в армейском плане, а уже в гражданском, так сказать. Почему сын замминистра не может стать министром, потому что у министра тоже есть сын, да. Наверное, так это можно говорить, я думаю, что для наших подростков это все совершенно очевидные вещи, особенно для одаренных подростков, они это прекрасно понимают. И в этом тоже очень серьезная будущая их неуспешность, потому что нереализованность потенциала – это очень серьезная, так сказать, трагедия не только и для страны, но и для этих самых детей. И я просто не хочу наезжать только на политические критерии, потому что вот с понедельника у нас, только на министров, да, значит, я могу сказать, что с понедельника у нас на Первом канале пошел новый сериал с большой рекламой, режиссеру которого 23 года. И я думаю, что, я не говорю о том, что талантливый он не талантливый, я думаю, что если бы у него папа не был прекрасным режиссером, вряд ли ему доверили бы в 23 года такую работу, в которой снимаются три его сестры – папа и мама. И я хочу сказать, что это очень приличная, хорошая и талантливая семья. Спасибо. Понятно? Спасибо, Евгений Абрамович. Одна минута еще. Я хочу сказать еще последнее, что мы здесь сидим в одной комнате, так, мы говорим о индивидуальном подходе и во всем остальном, а одновременно у нас обсуждаются стандарты, которые вообще из позапрошлого века, одновременно у нас обсуждаются единые учебники, которые вообще непонятно, как соотносятся вот со всем тем, о чем мы говорили, про разные типы детей, про необходимость индивидуального сопровождения, там и тому подобное, и тому подобное. Я надеюсь, что все-таки мы как-то сможем эти вещи, но если не совместить, то хотя бы найти какой-то баланс между двумя этими тенденциями. Спасибо. Спасибо, Алексей Львович, пожалуйста. Да, я постараюсь действительно существенно короче, втиснувшись сюда. А вот когда в предыдущем майском указе, который возник по многому благодаря усилиям Исаак Давыдовича и Ярослава Ивановича, о математическом образовании говорилось, то когда мы концепцию развития математического образования предложили массовой аудитории учителей, то одно утверждение вызвало максимальное сопротивление. Ну, ты помнишь, конечно, какое. Там было сказано, нет детей, не способных к математике. То есть имелось в виду, что дети, пришедшие в обычную школу, ну и нормально как-то справляющиеся с тем, чтобы говорить, читать и так далее. А вот по математике, говорят учителя, он не способен и ничего. Мама говорит, как же будет он сдавать там ГИА-9. Ну, как-то... Вот. И это достаточно важное согласие учителей, что есть неспособные. Вот с этого, на самом деле, все и начинается. Многие другие вещи, в том числе и нечестность, о которой я сейчас сказал. Вот в связи с этим просто одну вещь, вот работа, которая сейчас начинается, и в которой принимает участие и высшая школа экономики, это одна из постоянных тем моего обсуждения, вот и с Фрумином, и с Кузьминовым, это работа о действительной реализации одного из позиций, которая была. Это персональное, персонализированное образование. Ну, там было сказано индивидуализированное, но я не буду выдаваться в детали. Это значит, что выстраивается персональная образовательная траектория с персональными целями, и все эти цели достигаются. То есть, вот, отстающих и неуспешных, в принципе, быть не может. Звучит фантастика, и на самом деле это реальность. Есть массовые реализации этого принципа. То есть, есть цифровая среда, есть цифровая платформа, в которой это происходит, есть системы целей, фактически, заменяющие тот самый единый стандарт, который на самом деле реально невозможен. И есть дальше вариативные пути по этому достижению. А критерий успешности школы – это то, что дети приходят к тем целям, которые заранее запланировали они и их семья. Это совсем не обязательно 100 баллов по всем предметам по ЕГЭ. Очевидно, это невозможно. А вот, что возможно, нужно достигать. Вот, все, спасибо большое за возможность. Спасибо большое. Александр Борисович Милкус, я вижу, я пока записавшимся, пожалуйста, если можно, я вижу, тут много замечательных, потенциальных выступающих еще максимально кратко. Ну вот, я послушал, и не первый раз уже эти выступления, да, и тут выступление, говорится, там, прямая связь, неуспешный школьник, ребенок – это выходец из неполной семьи или небогатой семьи и тому подобное, да. Мы ни разу вообще не говорим, вот мы говорим о школе как неком идеальном социальном институте, вот неуспешная школа. Я бы поговорил сейчас об неуспешном учителе. Что такое неуспешный учитель? Из, ребенок из успешной семьи, из воспитанной, с высоким уровнем образования, попадая в руки неуспешного учителя, у него все, у него все закрылось, и, в общем, шансов развиваться практически нет. А какие критерии неуспешного учителя? Кто такой неуспешный учитель? Я не видел таких исследований. Между прочим, ну, мы же не будем говорить, что успешный учитель – это тот, у кого высшая категория как учителя, да. Я недавно читал, вот Евгений Барамович упоминал, я читал заключения ветеранов педагогического труда, которые работали экспертами, оценивали новые учебники, ну, вот, которые сейчас собираются сократить. Я плакал над этими работами, это, в общем, я бы не хотел, чтобы мои дети учились у таких учителей. Мы говорим о критериях успешности учителя, я вот, еще раз говорю, что я не видел исследований, может, они есть. Мы вот в лаборатории проводили исследование буллинга, то есть, как школьники травят своих учителей. 2800 анкет, достаточно валидное исследование, и там говорилось о том, что почти 30% учителей испытывают травлю в разной форме со стороны своих учеников. И четкая корреляция, нету, не было корреляции с местом проживания, сельская местность, городская была четкая корреляция с уровнем доходов. Доходов. Большая часть из этих учителей говорили, что им хватает денег только на жизнь, на покупку еды, на покупку каких-то предметов первой необходимости, одежды и тому подобное. Не хватало. Если мы не вытащим сейчас учителя, давайте честно признаемся, что все рассказы о том, что мы обеспечили учителей средней зарплатой по региону, и они теперь у нас хорошо зарабатывают и могут заниматься развитием учеников, это не так. Да, эти учителя, которые работают на две ставки. Мало того, большинство учителей сами не очень успешны. Но у нас есть последняя тенденция, мы выезжали со студентами в регион и смотрели, да, из более-менее состоятельных семей детей посылают как посылку учиться в Москву, в Санкт-Петербург. То есть они живут у себя, вот мы разговаривали в Челябинской области с руководителем органов образования, у нее уже несколько детей учатся, прикреплены к московским школам, хотя физически они находятся в этом городе. У нас тенденция достаточно серьезная, практически отсутствует более-менее, ну я буду использовать этот термин, успешные учителя, да, хотя он научно, по-моему, непонятен. У нас нет успешных учителей в областях, которые рядом с московской областью, которые находятся там на состоянии 50 километров от московской области, потому что все эти учителя, кто более-менее может передвигаться, они уезжают в московскую область работать, а из московской области приезжают в Москву. Мы говорили с несколькими хорошими детьми в Екатеринбурге, они сбегают из, то есть тот же самый побег из, ну не буду называть город, где практически нет шансов у детей, какая бы ни была семья, полная, состоятельная или несостоятельная, как-то себя реализовать, свои таланты, потому что их никто, ими никто не занимается. То есть вот я бы все-таки попросил бы и предложил бы попробовать поисследовать вот эту часть взаимосвязи, потому что успешный учитель, он может преодолеть неуспешность семьи. На мой взгляд, это вот серьезная проблема, и мне кажется, что еще сказать честно о том, что мы не выполнили программу обеспечения учителей нормальной достойной зарплатой, о том, что у нас механизм, который был 10 лет назад предложен по стимулирующим выплатам, которые помогали бы учителям развиваться, не работает. О том, что, вот я поддержу Евгения Абрамовича, мы, вместо того, чтобы развивать учителя, мы ему обрезаем все крылья, сокращая учебники, которыми он может пользоваться, забивая его в ГОСами, ну и сейчас вот новая система аттестации полностью, значит, будет нивелировать учительский труд. Это первый тезис, который я хотел сказать. Второй тезис, конечно, у нас нет нормальной системы информирования семей о том, что вот как взаимосвязь образования может обеспечить успешность их детей. То есть мы вот тут вот говорим, мы хорошо говорим на третьем этаже в Москве, на Мясницкой улице, вот хорошо бы донести вот эти все вещи. Но это как бы то, чем мы занимаемся, это образовательные информационные технологии. Вот этого тоже не хватает. Всем спасибо. Большое. Я очень надеюсь, что Петр Григорьевич, главный редактор учительской газеты, защитит учителей из маленьких регионов, далеких регионов, да. Спасибо. Я это сделаю на страницах газеты. Скучные выступления скоро забудут, а длинные в конце семинара не простят, поэтому я буду очень коротко. Три момента. В международном сравнительном исследовании качество гражданического образования, восьмой класс, которое закончилось в семнадцатом году, был один вопрос директорам школ. А в этом исследовании участвовало около четырехсот директоров школ сорока двух регионов Российской Федерации. Какой процент детей у вас в школе из экономически благополучных семей? Нужно было назвать до десяти процентов, до двадцати пяти процентов, до пятидесяти и свыше пятьдесяти процентов. Шестьдесят пять процентов российских директоров школ сказали, что у них в школе от пятидесяти до ста процентов детей из экономически благополучных семей. Теперь давайте посмотрим на Нидерланды. 33% назвали такую цифру. Швеция 30%, Виталия 20%, Северный Рейн, Вествалия, Германия 16%, Финляндия 10%. В Гонконге 8% утверждает, что у них дети из экономически благополучных семей. Если половина директоров российских школ представляет, что у них такое количество детей из экономически благополучных семей, то какая программа поддержки детей из неблагополучных семей может существовать? Никакой. Поэтому если у школы не будет такой статистики, кто же принадлежит к семье экономически неблагополучной из бедной семьи, ничего они делать не будут. Это первый тезис. Второй. Я согласен с выводами по ПИЗе о том, что чем выше социально-экономический статус или индекс, как называют, других исследований, тем выше образовательные результаты. Но в исследовании СССР еще анализировались результаты, скажем так, не детей, мигрантов, потому что нет такой категории, там было, родились ли вы в Российской Федерации или за ее пределами, или кто-то из ваших родителей, хотя бы один. Таких детей оказалось из 7 тысяч 6%. Так вот, результаты этих детей, они приблизительно на 42 балла меньше, чем результаты у тех детей, которые родились на территории Российской Федерации. И приблизительно 90% родителей семей с низким социально-экономическим статусом. Еще один вывод из этого исследования. Чем ниже социально-экономический статус, тем больше возможности, что ребенок из такой семьи будет участвовать в незаконных акциях протеста. Это небольшие цифры, это 6% всего по выборке, по исследованию 17% в среднем по странам. Но вот эти дети, 95% из экономически неблагополучных бедных семей, и к тому же никто из них не достиг первого уровня результата в исследовании с 5 уровней. Базовый, пороговый и вот первый уровень. И последний момент. В прошлый четверг заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сказала, что у нас 48,7% безработных в стране – это люди 20 до 34 лет. Это, наверное, те 5 миллионов, о которых говорил Ярослав Иванович. Но эти люди уже не успешны, и мы должны еще помнить про то, что это тот возраст, когда появляются дети, и у большинства из них есть дети в начальной школе. Таким образом, в какой-то мере и эти дети, и дети из этих семей уже обречены тоже в какой-то мере на неуспешность. И здесь, мне кажется, одних мер морально-психологической поддержки этих родителей мало. Здесь должны быть социальные меры и экономические. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы спросим у директора школы, знает ли он, сколько у него детей. Ефим Иванович, если бы тебя спросили, сколько у вас детей из, как это, Петр Григорьевич, экономически благополучных семей. Ну, если по финскому варианту, да, то где-то процентов 12. Хорошо? Да, я правильно понял, что ты мне дал слово. Да, я очень коротко этим словом воспользуюсь. Оставьте в покое школу. Чего вы к школе пристаете? Это похоже на ситуацию, когда утопающий вытаскивает сам себя за волосы. У меня нет волос, поэтому я не могу показать. Школа здесь же абсолютно ни при чем. Я приведу пример. 96-й год. Школа моя в Орехово-Борисово. Ну, это не Никитский бульвар, вы понимаете, да? Орехово-Борисово. Дом Када, ну, где-то полтора километра. 16 первых классов. Знаю, что дети разные. Процент маргинальности, можно так сказать, да? Ну, где-то порядка 40%. Нашел добровольцев, которые за копейки готовы с ними в дошкольный период, имеется в виду, 5 лет, 6 лет поработать для того, чтобы помочь логопедическими проблемами, психологическими, чему-то научить и так далее. Никто не пошел из этих семей. Да, бесплатно для них все. А для тех, кто жил в домах, не закрепленных за школой, и не имел гарантированного права в нее быть зачисленным, те пошли и готовы были заплатить. Примерно тогда это была стоимость копченой колбасы, килограмм левой бутылки водки. Причем здесь школа. Вот про учителей говорил, да? Ну, какие есть, такие и есть. Других нету. И будут, наверное, не скоро. Это оптимистичный вариант, да? Вот почему точно так же происходит репродукция маргинальности в социуме, точно так же происходит репродукция маргинальности в учительском корпусе. Это точно совершенно. И вот Петр говорил, или ты говорил, да, Саша, о том, что из Тулы в область, а из области в Москву и так далее. И вот мне нужно было в этом году прикрыть вакансию одного учителя истории. Претендентов было около 40 человек. Но я имел неосторожность на сайте. Я не нашел среди них ни одного. Отовсюду. Из Сибири и так далее, и так далее. Теперь, в чем проблема, на мой взгляд? Во-первых, эта проблема не свежая. Ей примерно 200 лет. Я так думаю, что она носит цивилизационный характер. И Ярослав Иванович об этом в докладе упомянул. Что очень медленно мы шли к тому, что профессия успешного сапожника, или столера, или печника была не менее престижной, чем профессия, там, ну не знаю, ну не косметолога, там, плохого доктора, посредственного инженера, маргинального учителя и так далее. Это цивилизационный момент, это точно совершенно. Давайте вспомним, в советские времена, какое количество выпускников уставной школы поступали в старшие классы, помните, да, 20%, 20%. В связи с этим, дабы не отнимать время, я несколько вопросов поставлю. Нам что надо, чтобы ЕГЭ сдали, или все-таки основная масса оказалась в числе той группы, о которой Лилия Николаевна говорила, помните, да, 21,7, да, доллара в день на человека. Нам это надо или ЕГЭ сдать? Нам что надо, чтобы в кармане был вот этот самый диплом о завершении, и во многом я признателен, кстати сказать, я помню встречу в центре Грефа, он тогда назывался центром Грефа, где Ярослав говорил об обмане потребителя, где предлагали за 1000 долларов в год давать диплом юриста, помните, да, такое, и у каждого туалета был филиал этого учебного заведения, я его называть, не буду, слава богу, Рособраннадзор прошелся там мечом, сколько-то, около 1000 где-то уничтожили там и так далее. Я помню, как в одном маленьком городке по Волже был расстроен брак из-за того, что у мужа не было диплома о завершении этого университета, а у невесты был неравный брак. Что происходило? Я заканчиваю. Происходило и происходит сейчас, к сожалению, помимо воспроизводства маргинальности, воспроизводства некачественного образования. Тогда зачем нужно это некачественное образование? На днях слышал двух бомжей, один другому говорит, пойдем быстрее в пятерочку, там сегодня будут выбрасывать товары с истекшим сроком годности. Зачем же нас кормить основную массу вот этого товаром с истекшим сроком годности? Поэтому я полагаю, что решение проблемы за пределами образования, я об этом, если ты знаешь, говорю уже 10 лет. В феврале этого года, Минпромтор, мы с ними договорились, я им дал где-то человек 15 десятиклассников на стажировку. Потом мне оттуда позвонили и сказали, ты нам двоих не оставишь на работу. К чему веду? Нынешние 15-летние, по крайней мере, остальная их масса, они способны и умеют зарабатывать. И я помню, как мы с Юлией Владимировной Линской были в Нальчике, когда агитировали за новое законное образование, и как местные директора пришли в ужас от того, что оператора машинного доения надо будет, допустим, готовить не три года, а три месяца. Кто сказал, что три года надо его готовить? Мне это напоминает мою службу в армии, когда без знания, помните, про информацию было, да? Без этого солдат не смог разобрать и собрать автомат, без знания общеполитической ситуации. В связи с этим, мне кажется, что надо концентрировать усилия на предмет А. Изменение трудового законодательства. Разрешать. Мы паспортажи им в 14 выдаем, а почему их рынок труда не берет на работу в 16? Это было бы продуктивно. Мы по-прежнему исходим из того, что он будет невоспитанным. Мы по-прежнему исходим из того, что воспитание является проповедью. Ребята, в деле патриотизма, в деле патриотизма, 5-0, которые сделала наша сборная, дали больше, чем 50 уроков мужества, приведенных в школе на плохом русском языке. Это точно совершенно. Спасибо. Про рейтинги, последнее слово, да? Мне было бы чрезвычайно интересно посмотреть, из каких социальных групп и мест проживания в Москве те почти 700 победителей Всероссийской олимпиады школьников, которые дала Москва. Я убежден, что это не только Садовое кольцо, а это еще и маргинали географические. Почему? А потому что исчез признак элитарности в распределении финансового ресурса. Это самое существенное. Спасибо. Спасибо, Ефим Лазович. Но вот, коллеги, мы немножко позже начали. Давайте, несмотря на то, еще раз нарушим традицию. Мы весь год заканчивали ровно в 6, еще закончим в 6.10, 6.15. Но, Ефим Лазович, не могу удержаться, чтобы, как странно звучит, от директора школы, находящегося действительно далеко не в центре, работающего с очень разным контингентом, берущим всех, вот разговор о том, что школа не играет значения. Мы исследования проводили, Ефим Лазович, у вас в школе дети из вашей школы. И не буду сравнивать с другими московскими, и, может быть, они также замечательные. И в школе, также находящейся на периферии другого крупного мегаполиса, разница в результатах детей с разным социальным статусом отличается в 4 раза. У вас значительно более ровнее. Поэтому, понимаете, школа может. И нравится нам или не нравится. Вот Сергей мне прислал цитату из последней книжки Андрея Сашляхера, руководителя, человек, который придумал ПИЗу, руководителя департамента образования УСР. Он говорит, что... Часто говорят, что школы не могут решать проблемы общества. Но общество само все больше обращается к школам для того, чтобы исправить социальные проблемы, которые в прошлом были адресованы другим. Церкви, гражданскому обществу. Задача государственной политики, пишет Шляхер, заключается в том, не в том, чтобы оградить школы или заставить их это делать, а в том, чтобы помочь школам удовлетворить эти потребности. Мы с вами сколько угодно можем говорить, что школа не будет этим заниматься. Государству не к кому больше обратиться. И мы видим, что образование может решать эти проблемы, чтобы сдвинуть ситуацию. Пожалуйста, Владимир Самуилович. Секундочку. Итак, все правильно ты говоришь. Опыт Москвы это подтверждает. Результат лежит за пределами образовательной системы. Например, в городе исчез вандализм. К примеру я говорю. То есть я к тому, что ты... Результат или действие лежит за пределами? Что? Так что лежит за пределами? Результат или действие? Результат лежит за пределами. Но для этого нужна концентрация усилий и воли государств, адресованная школе. Спасибо. И совсем короткие комментарии, Владимир Самуилович, до двух минут. Да, спасибо большое. Мне очень понравилось, как у нас протекает этот семинар. И я бы вернулся все-таки к докладу Ярослава Ивановича. И он, мне кажется, правильный, если я его правильно понял. Потому что школа не невинное учреждение, а она играет важную роль в усилении социального неравенства. Это тезис, который я повторяю уже не один десяток лет. И пока нет оснований мне от него отказываться, потому что это институт селекции, отбора, значит, затрудняющий проблематику, о которой вы говорили, восходящей социальной мобильности для социально слабых групп. Но, мне кажется, мы, значит, не затронули принципиально важный момент, который касается школы как социального института, собственно, с его внутренними законами, его внутренним устройством, с его механизмами социально-психологическими и социальными, которые внутри него развиваются и связаны, и с буллингом, и астрокизмом, и с табуированием, продвижением и так далее. Вот это, мне кажется, принципиально важный момент, если мы говорим о неравенстве, и говорим о том, что школы и институт неравенства, то мы должны разобраться, каковы те механизмы социально-психологические и социальные, каково устройство этого института, которое усиливает это неравенство. Например, слабые ученики отторгаются от жизни школьного соуправления. Это вот из результата исследований, которые проводились в моем институте. Это было показано четко и отчетливо, что те дети, которые плохо учатся, плохо успевают, они и не участвуют в теле школьной жизни. Значит, что это за институт, который так выстраивает свои отношения с учащимся. И вот тут мы подходим, мне кажется, к важному моменту. Это момент, тоже Ярослав Иванович его затрагивал, это проблема индивидуализации обучения. Только он, мне кажется, не договорил тот важный посыл, который содержался в документах, которые были подготовлены в 80-х годах, в конце 80-х годов, когда индивидуализация обучения связывалась с проблемой этики, деятельности школы и деятельности учителя. Вот трансформация и деформация педагогической этики, когда мы говорим о проблемах социального неравенства, и диагноз этих трансформаций и деформаций, мне кажется, принципиально важен для того, чтобы понять деятельность школы как института социального отбора, жесткого, который, смотрите, вот я считал специально, справедливость в течение нашего двухчасового разговора четыре раза слово справедливость было сказано, и один раз честность. А мне кажется, что проблема индивидуализации, она, безусловно, связана с гуманизацией и с демократизацией школы как образовательного института. Нельзя, вот то, что было в документах в НИКО школы, который связывал в единую систему педагогическую индивидуализацию, дифференциацию, гуманизацию и демократизацию образования, вот четыре хода, они, мне кажется, должны быть сегодня осмыслены, продуманы для того же, для той проблемы, о которой мы говорим. А проблема серьезнейшая, поскольку социальная дифференциация и бедность это система, которая усиливается, и мы можем закрывать на это глаза, жмуриться, но если мы хотя бы их приоткроем, мы увидим, что оплатить образовательные и дополнительные услуги сегодня могут относительно благополучные социальные слои и группы. Дать высшее образование, если ты не попадаешь на бюджет, невозможно, если твоя зарплата ниже какого-то уровня, потому что платное высшее образование стоит достаточно больших денег в городе Москве. Поэтому, мне кажется, вот эти проблемы значит бедности и политики государственной, они сегодня центральные. Это центральный момент. Спасибо, коллеги. Все-таки будем наши традиции стараться соблюдать. Ясно совершенно, особенно благодаря последнему выступлению профессора Сопкина, что есть целый ряд исследовательских вопросов, в частности, вот о механизмах воспроизводства бедности. Поэтому нам есть чем заняться в следующем учебном году. Игорь Саванович, тут вас вспоминали, я вам потом расскажу, да, незлым тихим словом. Мы, скорее всего, вместе с институтом социальной политики будем несколько раз в следующем году к этой проблематике возвращаться. Сегодня она носила такой, скорее, постановочный дискуссия, характер. Мы сейчас ведем ряд исследований, собственно, буквально, которые должны ответить на вопрос, а как это производится, что является факторами, и какие интервенции могут работать для решения этой проблемы. Вы попрощайтесь? Ну и хорошо. Тогда, коллеги, хорошего лета, и в сентябре ждем вас на семинаре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!